Вы должны будете рассказывать друг про друга те самые истории, о которых знают только настоящие друзья. Наташа, я проснулась, а тут мужик. Клуб. Эгоистка. Ты поняла, да? Да, конечно, я поняла! Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать в мир рифм. Рифмовать может каждый, и это ни для кого не сюрприз. Берешь два слова, рифмуешь и идешь прямиком в шоу-биз. Ну а если не получается зарифмовать даже два слова, ну это не беда. Всегда можно зарифмовать за деньги да и за деньги да. Ну а в КВН тоже рифмуют и стихи читают и пьесы, но есть нюанс. Рифмуют все, ну а со смыслом только поэтессы. Ну что же, новый сезон и перемены вам к лицу. Вы новый, ведущий новый. А к чему эта усмешка? Да просто интересно, знает ли Тимур, что тут ведущих новых Ужвагон и маленький Олешка. Василиса. Да их только в жюри трое. Василиса! Ну что ж, к новому сезону вы смогли преобразиться. Оставив лучшее, ведь поэтессы это воплощение всего, чем люба нам культурная столица. Мария, как шедевры Эрмитажа. Как изящно вы загнули. Да вас не трогают руками, только если в комнате бабуля. А Леночка, кунцкамера. Ой, ну да что вы говорите? А чего? Все, кто хочет увидеть скелет, подходите, смотрите. А Вероника словно лахта-центр здесь стоит. По мнению большинства, ужасно портит вид. А Василиса Петергоф зимой. Не знаю, почему зимой, но в целом рада. Зимой фонтаны затыкают с целью сохранения фасада. Василиса, ну лучше расскажите, изменилось ли ваше творчество после года в высшей лиге? Я пишу стихотворные ответы на открытки в WhatsApp. Прочитайте. Благодарю за то, что разбудили во мне в 5 утра интерес. Но в целом я и так слыхала, кто воскрес. Василиса. Вообще-то перемена в нашей жизни здесь игра посвящена. Мария, ваша жизнь изменилась после финала? Да, я отныне жена. Ого. Скажите, а семейный быт не помешает вам писать фирменные страстные стихи? Нисколько. Это придало новый виток моему творчеству. Схватил меня крепко посреди зала. Томно дыша шепчешь. Твоя мать задолпала. Маша, пожалуйста. Пусть уедет. Задолпала. Мария. Какой конфуз. Какой кошмар. Позор. И эти люди из Петербурга. Елена. Ну, вы же учитель. Что за моветон? Зато всегда работает, когда ученики уткнулись в телефон. Находчиво. Ну, прочитайте вот что-то из последнего. Я пишу современные задачки. Внимание на экран. Из точки А до точки G петлял Петрович виражи. Когда дойдет же он когда? Из точки G до точки А. А? Лена. А? Лена. Вероника, ну вы-то после финала высшей лиги стали популярной. Не то слово. А какое? Любое другое. Так. Ладно, что у вас? Современные басни. Читайте. ОМОН и аниме. Бывает, что ботинок и приклад немного ускоряют пубертат. Вероника. Давайте другую. Госдума и англицизмы. Не надо. Окей. Так, давайте я вам покажу, что такое настоящая поэзия. Дамы и господа. Поэма о шаре. Белеет шарик одинокий в просторе неба голубом. Что ищет он над Милуоки? Зачем глядит на Вашингтон? Когда летел он на Догайо, все вверх смотрели, не моргая. Когда летел он на Даёвой, все закричали, нам не очень. И взмыли в воздух Ф-16, сверкнув оскалами ракет. Вздохнули облегченно штаты, ведь в небе больше шара нет. А где-то рядом с Хуан Хэ, что в тихий океан впадает, в подвале мальчик Ван Цунь Хэ еще пятнадцать надувает. Ну что же, выступление пора нам завершать. Подождите, есть нам что сказать. Мы думали, как жюри говорить ярко, смело и броско. Добавить в поэзию дерзость и прыть помогает слог Маяковского. От Аллы и Мити мы ждем высший бал, но если вдруг будет он низким, Узнают они, что родной Петербург бывает еще и бандитским. Александр, вы если поставите пять, вторя почтенным коллегам. В Петербурге вас будут всегда называть не Олежка, а целым Олегом. Валдис, про вас ничего. Рецедент? Когда ж это было такое? Запомните, люди, этот момент. Мы оставили Пельша в покое. Жилин за нас, нет здесь секрета. Осталось сказать только лишь. Поставит он пять, если помнит вот это. Кстати, чего не звонишь? Эй, там у экрана пора перестать. Пультом щелкать нервно. Взять бы, да пальцы всем поотрубать. Смотрели б тогда только первый. Вероника. Ты это, давай не наглей. А время такое нонича. Хотите, смешите обычных людей. А я хочу Константина Львовича. Меня много что волнует в стихах, Как поэта и гражданина. Но все ж важней ямочки на щеках Вот этого Константина. Жизнь наша в целом бывает сложна. Полна тревоги и стресса. Но здесь и сейчас прекрасна она. Весна. КВН. Поэтессы. 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 Поэтессы.